Команда Горецкой государственной сельхозакадемии «Пароль-101» победила на пятом республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее». Самое интересное, что к финальным практическим испытаниям, которые проходили на полигоне МЧС под Борисовым, представляющая Могилевскую область команда подошла только на четвертом месте. Сборные всех областей и столицы делали все, чтобы трехкратные чемпионы соревнований из горок сбились с победного ритма. И вот тут проявился командный дух. Тот самый, с которым нет ничего невозможного. Как побеждали горки, мы сейчас расскажем и покажем. Шесть команд, победители областных этапов конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» три дня сражались за победу для своего региона. Они были должны не только бегать и прыгать, показывать знания и умения действовать в чрезвычайных ситуациях, но и иметь творческие способности. Здесь и танцы, и тесты, и медицина. Здесь многому много научиться. И здесь очень забавно. Здесь команда есть, которая очень сплоченная. Могилевскую область представляла команда Горицкой сельхозакадемии «Пароль-101». Шесть парней и четыре девушки. Среди них два агронома и механизатора, экономист и миллиоратор. Но костяк — это бухгалтеры. О чем же они думают, готовясь пройти огонь, воду и медные трубы? Я ни о чем не думаю. Я думаю, быстрее добраться до финиша и не упасть. Вот о чем я думаю. Я не думаю, что я бухгалтер в этот момент. Горицкая команда участвовала в четырех республиканских финалах и трижды побеждала. Но на этот раз перед испытанием полосой препятствий она была лишь четвертой. Горицкая команда «Пароль-101» «Что удалось, скажите?» «Всех порвали. Все, что могли, сделали. Все, что могли». «Огонь, я его дико боюсь, а здесь его перебегают. Передали себя, свой страх. Это лучше всех наградить». «Мы достойны этой победы. Мы два месяца готовились. Я думаю, это было не зря. Это было видно с результатом в 11 секунд. Это впервые за то время, когда я здесь участвую, чтобы был такой отрыв». «Испытание на полигоне – это задание в конкретных чрезвычайных ситуациях. Например, время безопасной эвакуации из самолета в реальных условиях – 90 секунд. Перед командами стоит задача найти и погасить очаг возгорания и спасти потерявшего сознания пассажира». «Вы боитесь летать на самолетах после этого?» «Конечно нет. Ну, правда, ни разу не летать вообще. Не давать делать. Ну, думаю, что в этом страшном, тем более, если есть такие спасатели, как мы». «В команду ребята попадают разными путями. Кого-то привел друг, кто-то решил заработать дополнительные баллы за участие в общественной жизни вуза. Многие из парней уже определились со своим будущим. Закончить учебу, пройти службу в армии, поступить на работу в МЧС. Девушки видят красоту даже в одежде спасателей. Так называемый «байок». «Сразу видно, что мы сильные девушки. Потому что не каждая девушка такой вес на себе пронесет. Еще и гордо, с гордо поднятой головой. Еще и пробежит, и перепрыгнет, и перелезет, и все, что надо, сделает». «Мы два месяца катались на лодке, на плоту, делали навеску, одевались. То есть они посещаются, ну и всевозможные акции, всевозможные мероприятия. Они везде рядом». «Но сейчас же молодежь больше в интернете, в гаджетах». «Наверное, это не про моих. Потому что мы приехали с одним ноутбуком, и то для работы. Они все сидят, повторяют медицину, бегают, прыгают, они общаются, но никак не в телефонах». Представители Могилевской области победили в четвертый раз, доказав, что они – настоящая команда. Пароль 101. «Это команда. Эта команда настолько слаженная, настолько работоспособная, что даже когда какие-то неудачи в каких-то конкурсах, они собираются и понимают, что дальше идут конкурсы, в которых они могут проявить себя, показать. И действительно, наверное, вот это помогает им быть на протяжении стольких лет сильными, первыми. Ну и другие берут с них пример». «Вы знаете, что и глава государства всегда отмечает, что молодежь – это ресурс любого государства. И мы очень много уделяем этого внимания. И практически приоритет нашей деятельности, конечно, работа подрастающего поколения. Мы зашли в детские садики, в школу, и сегодня мы активно работаем со студентами, потому что сегодня студенты, а завтра они специалисты, руководители, молодые семьи. И от того, как они подготовлены, будет зависеть и будущее, и наша безопасность». Конкурс завершился показательными учениями работников МЧС и студенческих команд-участниц. И это лучше один раз увидеть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА